Между Берлином и Потсдамом протекает река Хафель. Здесь любят отдыхать не только жители немецкой столицы. На воде – современный плавучий дом Харальда Виндлера. Он привлекает внимание многих отдыхающих. Плавучий дом – это что-то особенное, это абсолютно другое восприятие жизни. Здесь отдыхаешь каждый день, ощущение отпуска круглосуточное. Ты возвращаешься домой после рабочего дня, и все заботы уходят сразу на второй план. Вот уже год, как физиотерапевт Виндлер живет в своем необычном плавучем доме. Добро пожаловать в мою обитель. Простой интерьер жилого пространства гармонирует с окружающей панорамой. Ею можно наслаждаться через окна высотой в 2,5 метра. А это диван для гостей, который удобно раскладывается. На кухне есть микроволновая печь, посудомоечная машина и индукционная плита. Питьевая вода поступает через водоочистительную установку, электричество и собственного электрогенератора. Несмотря на то, что ванная комната занимает площадь 5 квадратных метров, выглядит она вполне просторной. Стекла свето-непроницаемые. Есть в доме и небольшая сауна. В этом доме можно жить и зимой. Для меня было важно иметь в своем плавучем доме все, что необходимо в повседневной жизни. То есть, чтобы мне ни от чего не пришлось отказаться. Именно таким я хотел видеть свой дом на воде. Его любимое место – спальня в хостовой части плавучего дома. Ты можешь нырнуть в воду сразу, как проснешься. И в спальне – раскладной диван. Панорамные окна можно затемнить. Каждый квадратный метр жилья используется функционально. В доме на воде у тебя не так много места, как бы хотелось. Отсюда некоторые минусы. Скажем, мой шкаф. У меня в нем только самые необходимые вещи. Остальные я храню в фюзеляже судна. Из окон можно любоваться пейзажами. В спальне у меня двойное остекление. Это способствует тому, что в спальне всегда тихо, а зимой – тепло. Тепло и уют создает и напольное панельное отопление всей жилой площади 50 квадратных метров. Но больше всего места у него на так называемой палубе – 60-метровой террасе. Мне всегда было важно иметь как можно больше места и возможностей для отдыха. Эта терраса воплотила все мои мечты. Здесь можно не только поужинать, но и просто отдохнуть. У меня есть небольшой бассейн, вода в котором тоже подогревается. Харальд Виндлер любит находиться в так называемой палубной части своего дома – на свежем воздухе. Плавучий дом был построен в Дрездене за 400 тысяч евро, а в Берлин он был доставлен речным путем. Транспортировка оказалась не единственным препятствием, которое пришлось преодолеть. Для тех, кто собирается обзавестись плавучим домом, самым сложным будет найти свой собственный причал. Их в Берлине и его окрестностях сегодня очень мало, а в некоторых местах их вообще нет. Харальд Виндлер все-таки нашел свой собственный причал. Но он больше всего любит, когда его дом находится в свободном плавании. Его друзья приезжают к нему в гости на лодках. В хорошую погоду он нередко устраивает вечеринки. Приятно находиться в этом плавучем доме. Плохая или хорошая погода – все равно. Здесь всегда здорово. На здоровье! Спасибо большое, Харальд, за приглашение. Без сомнения, плавучий дом Харальда Виндлера – самое лучшее место, в котором можно спрятаться от суеты большого города. Настоящий плавучий оазис тишины и покоя.